Девушки отдыхают А в квартире беременная особа, называющая себя гражданской женой. Как такое возможно, узнаем в суде. И он, значит, быстренько этот дом дарит своей этой маромойке. Это моя жена! Маромойка, на себя посмотри! Шпионская история. Парики, очки и переодевания. И все ради того, чтобы выследить, где бывший муж построил дом. Нашла и в суд. Делить строение. В общем, я сомневался в своей верности. И я сказал Юле, что, возможно, я ей случайно изменил. Вы вообще слышите, что он говорит? Вскоре после свадьбы молодая жена застала своего пьяного голого мужа в объятиях его бывшей. Парень утверждает, измены не было. Что же произошло на самом деле, предстоит выяснить суду. Истец требует выселения из их квартиры незарегистрированного там ответчика. Ответчик уверен, что имеет полное право проживать в квартире своего гражданского мужа. Прошу всех встать! Прошу садиться. Слушается дело. По иску Борисовой Марины Владимировны, иск о выселении, ответчик Светлова Елена Александровна. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, я хочу, чтобы вы выселили незаконно проживающую женщину, Светлову Елену Александровну, в моей квартире по улице Речной, 21, корпус 3, квартира 102. Это моя собственность. Квартира? Да. В вашей собственности находится? Моя собственность, да. Вместе с мужем мы ее купили в ипотеку. Доли у нас. По одной второй доли? По одной второй, да. Когда была приобретена квартира? Квартира была приобретена 3 года назад. Ипотека выплачена полностью? Нет, ипотека еще не выплачена. Она еще в ипотеке. И за счет съема этой квартиры, сдачи ее жильцам в наем, мы выплачивали эту ипотеку. Собственно говоря, по этому поводу я здесь и нахожусь. Мой муж сейчас в больнице находится с тяжелым состоянием, инсульт. Я направилась в свое жилье, потому что мне нужно лечить мужа, оплачивать ипотеку. Очень серьезная ситуация. И в дверях меня встретила вот эта женщина, некая особа, которая... Это квартира, вы говорите, что вы квартиру сдавали в аренду? Да, да. Кому сдавал? Всем занимался муж. А, всем занимался муж. Всем занимался муж. Он нанимал жильцов. Он с ними заключал договор. Он их регистрировал. Все документы были у него. И, соответственно, у меня не было даже телефона, чтобы позвонить и спросить очередную плату. И я пошла в свою квартиру сама. Мне дверь открыла вот эта женщина, которая заявляет, что она якобы жена какого-то мужа, какой-то ребенок. Когда я говорю, какой муж, она говорит, Анатолий. Я говорю, какой Анатолий? Ну, какой Анатолий? Борисов Анатолий Петрович. Я проживаю. Это мой гражданский муж. Мы с ним живем в этой квартире. Это ее квартира. Подождите, пожалуйста. Сейчас истец выступит, потом я предоставлю слово вам. Это какая-то афера. Потому что мы живем в браке 6 лет. У нас есть дочка 4 года. Именно ради ее будущего мы, в принципе, взяли эту квартиру в ипотеку, чтобы, когда она вырастет, у нее было свое собственное жилье. И поэтому я не понимаю, откуда появилась какая-то женщина, которая не зарегистрирована. Платить она отказывается. Я была там зарегистрировала 2 года. Она проживает в квартире? Да. Одна проживает. Одна проживает. Договор аренды не заключался. Не заключена. И утверждает, что ваш муж приходит с ей гражданским мужем. Правильно я вас поняла? У мужа, соответственно, сейчас вы спросить об этих обстоятельствах не можете. Никак, да. Просите выселить ответчицу из квартиры? Конечно, потому что полиция не может ее выселять. У нее нет ни полномочий, и она беременна на 8-м месяце. Но я не знаю от кого. Может быть, она жила с сожителем. Да с каким сожителем? Я там живу с Толей. Это его квартира. Какой договор? Передайте, пожалуйста, ваши документы. На исковых требованиях настаиваете? Конечно. Так, пожалуйста, слушаем ответчика. Ответчик, вы признаете исковые требования? Конечно, я не признаю. Да, я живу в квартире по адресу Речная, 21. Да, но я там проживаю со своим гражданским мужем. Я вот от него беременна. И у меня вот есть справка о том, что я уже на 8-м месяце, и вот уже скоро... Но у вас, вероятно, есть справка о том, что вы беременна, а не о том, что вы беременна от мужа истца? Ну да, о том, что я беременна. Тут еще не доказано, что я беременна. Правильно, невозможно доказать, потому что у меня верный муж, у нас замечательная семья, он все время был со мной. И я думаю, что это просто... Местец, я вас поняла. Воспользовалась ситуацией. Я вас поняла. Так, ответчик. Он любит меня. Ответчик, расскажите, пожалуйста, как вы проживали с вашим гражданским мужем? Мы уже там живем вместе с моим гражданским мужем Анатолием уже два года. Я там была зарегистрирована. Анатолий живет у меня. Где вы были зарегистрированы? Да. Где вы были зарегистрированы? В этой квартире. В этой квартире? По адресу Речная, 21, да. Но вот недавно буквально вот эта регистрация истекла. Анатолий сказал... Временно были зарегистрированы. Да, я была зарегистрирована. Анатолий сказал, я продлю тебе регистрацию, но он пропал, исчез. Это уже потом выяснилось, что он сейчас лежит в больнице. Но мы там живем уже два года. Все соседи об этом знают. Он постоянно ко мне приезжал. Но чем вы можете подтвердить, что, как вы утверждаете, ваш гражданский муж проживал с вами постоянно? Да ничем он не может подтвердить. Ну, он не постоянно проживал. У него такая работа. Он то ездил в командировки, то еще что-то. Но соседи докажут. Он постоянно мне привозил продукты, постоянно он меня возил на консультацию. У нас часто... Ну хорошо, привозил продукты и возил на консультацию, это не значит проживать вместе. Ну да, но периодически... Вы знали, что ваш гражданский муж женат? Да, он мне говорил о том, что он женат, но он говорил, что этот брак уже давно фикция, они живут вместе только ради ребенка. И вот когда... Ну что за аферизм лимитчина приехала... Родится ребенок, истец. У него есть семья, зачем разбивать? Да что разбивать? Он сам начал за мной ухаживать, сказал, что любит любви. Скорее всего, что ты жила с каким-то парнем, который тебя бросил. Да какой парень? И просто стало жалко тебя веселять. Вот и все. Да, я не могла... Подождите, истец, вы хотите сказать, что вам муж говорил о том, что в квартире проживает женщина? Ну, он сказал, что он сдает молодой паре. Скорее всего, что у них были какие-то отношения, возможно, она забеременела от него, и он куда-то съехал, боясь ответственности. И, соответственно, мой муж просто боялся выгнать беременную женщину на улицу. У нее закончились деньги. Да какие деньги? То есть вы считаете, что ответчица обманывает? И на самом деле она с вашим мужем ни в каких отношениях не состояла. Да какая семья? Он говорит, что ты Мегера. В больнице выхаживает своего мужа. Понимаете? У нас дочка, у нас все хорошо. Мы взяли ипотеку, это как бы непросто. Я пошла на работу, чтобы... А вы навещали в больнице, Борисова Анатолия Петровича? Я ходила к нему в больницу, но меня туда не пускают. Сказали, что он в очень тяжелом состоянии, и к нему может попасть только жена официальная. Так как мы не были расписаны... То есть в настоящее время вы не зарегистрированы в данной квартире? Да, вот регистрация стекла буквально за месяц. Имеется ли какой-либо договор? Единственное, что у меня было, это у меня была комната в коммунальной квартире. Так. И мы с Толей решили, что вот как я забеременела, что в квартире нужно сделать ремонт, и мы решили продать эту комнату. Мы продали эту комнату. Вот у меня есть договор купли-продажу. Я их продала за 620 тысяч. И вот на все эти деньги я сделала в этой квартире ремонт. У меня всех чеков не осталось. Ну, потому что я не думала, что может быть такая ситуация, что вот Анатолий может заболеть, и вот все так произошло. Нет там никакого ремонта на 600 тысяч. Полное вранье. Наличники поменены, да, там дверь новая стоит, но это не на 600 тысяч. Подождите, если документы суд изучит, пожалуйста, передайте документы через судебный приступ. Вот, держите все. То есть вы утверждаете, что вы продали свою комнату в коммунальной квартире, и на эти денежные средства сделали ремонт в квартире. Да, сделала ремонт. И, ну, там не все чеки, там только то, что осталось, потому что я все чеки не сохранила. Потому что там ремонта этого нет, поэтому у тебя и чеков нет. Ты деньги на себя потратила. Я и стены покрасила, и двери поменяла. Дело в том, что когда мы въезжали в эту квартиру, она была не сделана. И мы, естественно, перед тем, как сдавать ее людям, мы сделали ремонт. Да там был минимальный ремонт. Иначе мы ее сдать не смогли. Мы решили, что ребенок родится. Ребенка нужно куда-то привезти. Там есть еще выписка с банковского счета. В любую квартиру заселить, но только не в мою. Мне сейчас очень срочно нужно сдать эту квартиру. Так, истец, я вас поняла. Я поняла вас. Вы можете подтвердить какими-то документами, что вы с вашим мужем делали ремонт в квартире? Да, конечно. Где документы? Нет документов. А вот ответчица представила документы, что по адресу спорной квартиры, квартиры, с которой вы собираетесь ее выселить, вот, пожалуйста, договор на ее имя, на установку дверей. Я поменяла там все межкомнатные двери. Еще мы там делали кухню, но у меня не сохранилась на леточека. Вот еще договор тут. Там сумма-то какая стоит? Большая сумма. 500 тысяч стоит сумма. На все, про все. Поняла вас. Настаивайте на ваших исковых требованиях. Конечно. Вы возражаете. Правильно я вас поняла? Конечно, мне некуда идти. Понимаете? Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. И он, значит, быстренько этот дом дарит своей этой марамойке. Это моя жена! Нет! Марамойка! На себя посмотри! Если бы мужчина знал, чем обернется его брак, заключенный ради российского гражданства, он бы, наверное, лучше остался на родине. В общем, я сомневался в своей верности, и я сказал Юле, что, возможно, я ей случайно изменил. Вы вообще слышите, что он говорит? После веселой вечеринки мужчина привез домой свою бывшую девушку. На супружеском ложе их застала его жена. Горе-любовник утверждает, что он не изменял. Так ли это? Выяснится в суде. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск о выселении удовлетворить. Выселить ответчицу из квартиры. Суд выносит данное решение на основании статьи 247, часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 2, статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации. Так как истица является собственником одной-второй доли спорной квартиры, одна-вторая доля принадлежит ее супругам, поэтому владение пользования имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех участников долевой собственности. То есть проживание в квартире, находящейся в долевой собственности и на их лиц, возможно только согласие всех собственников. В данном судебном оседании установлено, что истец не согласен с проживанием ответчицы в спорной квартире. В судебном заседании не удалось установить, действительно ли ответчица состоит в каких-либо отношениях с мужем истицей, но в данном случае к делу это не имеет никакого отношения. Факт вложения ответчицы денежных средств в ремонт квартиры, принадлежащей супругам, не предоставляет ей права проживать в данной квартире и не дает права требовать возврата данных денежных средств. Суд также разъясняет ответчице, что на стадии исполнения решения она вправе будет просить суд об отсрочке исполнения решения на основании статьи 203 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Также суд разъясняет ответчице, что у родителей новорожденных детей в трудной жизненной ситуации есть право временно до разрешения проблем поместить ребенка в дом малютки, где они могут его навещать, а затем забрать оттуда, если вам действительно некуда идти. Но еще раз вам поясняю, что на стадии исполнения решения вы можете требовать отсрочка, либо договариваетесь об аренде со сторонами. Я готова ей сдавать. Понятное решение суда? Плати мне деньги, я готова. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Наша квартира с мужем осталась у нас. Теперь останется вылечить мужа. Я рада, что я аферистку вывела на чистую воду, и я ее выселю. Я не знаю, куда мне идти, где мне жить. Я надеюсь только на то, что Толя придет в себя и решит эту проблему. Ну а пока пойду в роддом. Истец требует признать договор дарения земельного участка и жилого дома недействительным и передать ей право собственности на половину дома. Ответчики утверждают, что истец не имеет никакого отношения к дому. Пожалуйста, истец, слушаю вас. Ваша честь, сейчас вам все расскажу. Значит, я была за ним замужем. По любви. Отмыла его, как щенка безродного, одела. Стал принц. По любви. Принц стал. И он мне чем отплатил? Мы разводились. Мы разводились у вас здесь. Да, ваша честь, здесь. Вы меня развели. Спасибо вам большое за это. Ваша честь, пока он со мной живет. А это ваша невеста. Да. Да, ваша честь. Жена уже теперь. Официально. Значит, теперь, пока он со мной жил, он построил домик на наши супружеские деньги. На свои деньги. На ваши супружеские деньги. И вы мне как раз, когда развод был, посоветовали этот дом найти. Я нашла нашу. Суд не мог вам посоветовать, я просто разъяснил ваши права. Ну, вы сказали, если был бы дом, тогда было бы что делить. Дом-то есть, я нашла его в Тверской области. Я вам сейчас расскажу, как я его искала. Значит, у меня женщина одинокая теперь, у меня денег нет на детективов. Я пошла себе паричок купила, темные очки. У соседа, у охотника, взяла куртку камуфляжную. И бинокль. И пошла за ним следить. Тебе не стыдно? Ты взрослая женщина в шпионов играет. Мне вообще ничего не стыдно. Это мои деньги. Это мои деньги. Деньги нашей семьи. Ваша честь. По кустам, скажем. Я по кустам, да, и по кустам тоже. Он от меня ушел, жить ему негде. В общежитии. Я за ним последила немножко. В первые же выходные он отправился. Еду в соседнем вагоне. Тверская область, ночь уже приехали. Он, значит, по дороге, ну там, теми непроглядные. Мне по кустам и буеракам пришлось, биноклем идти. Тебя вообще кто просил за мной идти? Я пришла к дому. Значит, у них там занавесочки. Все по семье. Дом двухэтажный. Кстати, хороший доброт. Ну так кто строил? Золотые руки. Конечно. Конечно. Вот. Я, значит, пришла. Она ему там плов, чай, значит, все подает. Это баба из его телефона. Моя баба, не говорите на меня так. Баба. Вот их как воспитывают там в аулах. Вот как в аулах воспитывают таких я не знаю. Что ж ты тогда за меня замуж вышла? За парней из аула? Ответчик, она не знала, что у вас есть невеста. Я вообще не знала, что мне изменять будет и дом строить на мои деньги. Я, значит, посмотрела. Так, плов, чай. Плов, чай. Свет погас-то мне не видно уже ничего дальше. Ну спасибо, хоть за этим не смотрела. Я пошла к соседке. Говорю, скажите мне, добрая женщина, я говорю, муж козел. От меня же другую себе нагулял и дом построил. И она мне все рассказала. Два года строил дом. В этом же доме свадебку сыграли. И я прошу вашу честь, мне, конечно, надо оценить этот дом. Потому что дом добротный. Там у них газ проведен. Туалет, канализация, все есть. Два туалета. Двух этаж, два даже. Я там внутри не была. Мне бы стоимость и мою половину. Потому что я сначала, значит... Подождите, вы хотите стоимость? Или вы же заявили исковые требования? Так там как получилось-то? Я когда увидела дом, я пошла, значит, взяла выписочку. Так, что выписки? В выписке написано, что дом... Земельный участок на кого? Да, дом на него. У меня тут про дом написано. Про земельный я, честно, даже и не разбиралась. Но дом большой, красивый. Но дом же на земле стоит. Ну, земля тоже. Хорошо, сейчас разберемся. Все на него. Документы передайте. Вы отдайте, пожалуйста. Вот. Я пришла в общежитие и говорю, я все знаю. И он, значит, быстренько этот дом дарит своей этой марамойке. Это моя жена! Давайте без оскорблений. На себя посмотри. Без оскорблений в стороны. Вот. И, значит, он сделал ядарственную. Уже когда в суд идти, смотрю, дом уже не на него, а на нее. Я, честно, прошу разом... Я подарок не сделал муж. Муж подарок не сделал. Слово «калым», знаешь, «калым». «Калым». «Калым», да, «калым». За мой счет, «калым» у вас есть. Да, за ваш счет. Вот. И я прошу, конечно, стоимость эту всю оценить. Все это вернуть назад. Потому что это все недействительно. То есть вы просите признать договор дарения земельного участка и жилого дома. Вот в выписке здесь и земельный участок, и дом был сначала собственник у нас, ответчик Каримов Алиру Станович. И теперь у нас получается собственник второй ответчик. Хорошо, мою квартиру еще не подарил никому. Кому она подарит твоя квартира? Так, хорошо. Хорошо, ответчик, давайте сначала я послушаю, что мне скажет Каримов Алиру Станович. Пожалуйста, ваше отношение к иску. Ваша честь, изначально на прошлом заседании, когда мы здесь разводились, я сказал, даже привел свидетеля, что вот эта женщина оформила со мной РВП за деньги. Я ей заплатил 50 тысяч. Мы разобрались уже, что вы деньги по распискам даете. Да, это ты, ты и все. Нет, подождите, ответчик. Насколько я помню, и вы сейчас это вроде бы как подтвердили, брак был расторгнут, а не был признан недействительным. Расторгнут, да. Стирала, убирала и супружеский долг исполняла регулярно. Амя, супружеский долг? Тихо, супружеский долг. А ты как хотела. Мы дома поговорим? Подожди, тихо. Супружеский долг, ты спал с этой? А я жена, его супружеский долг, да спал. Пришлось мне. Пришлось. Мужчина я все-таки, молодой, сильный. Ваша честь. В общем, тихо. Эва Даныч, да? В общем, Ваша честь. Земля сначала была за моим братом, потому что у меня не было РВП, гражданства не было. Когда земля перешла в вашу собственность? Когда я получил гражданство, он мне это все подарил. Землю подарил? Да, да. То есть семейный участок перешел в вашу собственность по договору дарила? Да, договор есть. Так, пожалуйста. Потом. Она говорила, что я за ее деньги строил дом. А это все мне правда, Ваша честь. Ты в семье жил? Так подожди ты. Ваша честь. Вот у меня есть квитанции, что вся наша большая семья перечисляла нам деньги. Вот помнишь? Дядя Ашут, дядя Рудольф. Кто 50 монат, то 100 монат. Вот. Все есть, Ваша честь. Неизвестно, может, эти монаты тоже мне причитаются? Да, до последнего моната. Все монаты отдали нам родственники. Все перечислили родственники Алика. А если мы женаты были в тот момент, монаты тоже пополам? Подождите, истец. Истец. Безвозмездные монаты не пополам. А, ну извините. Понятно. Ваша честь. Ваши родственники перечисляли вам денежные средства на ваш расчетный счет. Да, Ваша честь. На эти денежные средства вы говорите, что вы строили. Тогда имеются ли у вас подтверждения, что именно эти денежные средства были израсходованы на строительство дома? Ваша честь. У меня есть квитанции, я не знаю, наверное, подтверждает это. Ваша честь. Есть договор дарения, есть квитанции. Есть даже еще средства. Договор с подрядной организацией, которая строила вам дом. Так я строил, Ваша честь. Документы на строительные материалы. Я один строил. Ну, вам же для того, чтобы дом построить, надо было покупать строительные материалы, как минимум. Так вот, за эти деньги я и покупал за 100 мантов. Я вас и спрашиваю, имеются ли у вас документы на строительные материалы. Этого нет, Ваша честь. Нет этого. Скажите мне, пожалуйста, за какую стоимость вы построили дом? 1 миллион 340 тысяч рублей. О, 500 тысяч уже точно мои. Да? Еще посмотрим, что суд скажет. И эти денежные средства были потрачены на строительство дома? Еще раз задаю вам вопрос. Доказательства. Представьте, что именно эти денежные средства вы потратили на строительство. Доказательства есть только одно. Какое? Дом. Дом. Все. То есть были деньги и стоит дом. Да. Дом был зарегистрирован на ваше имя, правильно? Потом я подарил супруге как халу. Когда был дом зарегистрирован на ваше имя? Во время брака или после расторжения брака? Формально во время брака. Но на прошлом заседании я вам доказал уже, что это все было фиктивно. Нет. Вы мне это не доказали, потому что если бы вы это доказали, ваш брак был бы признан недействительным. А вам было в иске отказано, и брак был расторгнут. То есть получилось. Что вы мне доказали? Нет, пока ничего не получается. То есть получается, что земля была вам подарена, перешла в вашу собственность безвозмездно от брата. Дом вы построили и зарегистрировали на свое имя, но в период брака с истцом. Правильно? Так? Да. После расторжения брака вы заключили договор дарения с вашей нынешней супругой. Да, ваша честь. Правильно? Что вы желаете пояснить суду? Ваша честь, я хотела сказать, что дом Оксаны, между прочим, был зарегистрирован на Алика, когда вы уже развелись. Да, ваша честь. Вы сейчас выходили из зала и не слышали, о чем мы здесь разговаривали? Нет, я слышала. Просто дело в том, что... Мы только что установили, что дом был зарегистрирован во время брака. Нет, ваша честь, не во время брака. Ну вот документы лежат. Ну что, вы со мной спорите, что ли будете теперь? В период брака был зарегистрирован дом. После расторжения брака дом был подарен вам, вместе с земельным участком. Да. Имеется об этом документ. И договор, и договор дарения. После уже того, как они с Оксаной развелись. Да. Вы иск признаете? Нет. В полном объеме не признаете? Нет. Я ей ни копейки больше не дам. Сейчас как судья решит. Сейчас посмотрим, как судья решит. Суд удаляется для вынесения решений. Далее в программе. В общем, я сомневался в своей верности, и я сказал Юле, что, возможно, я ей случайно изменил. Вы вообще слышите, что он говорит? Вскоре после свадьбы молодая жена застала своего пьяного голого мужа в объятиях его бывшей. Парень утверждает, измены не было. Что же произошло на самом деле, предстоит выяснить суду. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск о признании договора дарения земельного участка и жилого дома недействительным и о признании за истцом право собственности на супружескую долю в размере одной второй доли удовлетворить частично. Суд отказывает в удовлетворении исковых требований в части дарения земельного участка, так как в судебном заседании установлено, что земельный участок перешел в собственность ответчика по безвозмездной сделке. Соответственно, право собственности на участок возникло, как я уже сказала, на основании безвозмездной сделки, и он имел право распорядиться по своему усмотрению. Вашей супружеской доле в силу статьи 36 Семейного кодекса Российской Федерации в земельном участке не имеется. Что же касается дома, то в данной части иск удовлетворяется. За истцом признается право собственности на одну вторую долю дома. Соответственно, в этой части договор дарения дома и земельного участка признается судом частично недействительным, так как в судебном заседании установлено, что спорный дом был построен на земельном участке, но в период брака, и был зарегистрирован на ответчика тоже в период брака. В судебном заседании ответчикам представлены выписки из лицевого счета и справки о денежных переводах его родственников, но в то же время ответчикам не представлено ни одного доказательства того, что именно эти денежные средства были потрачены на стройматериалы и на строительство дома. Напоминаю сторонам, что в силу статьи 56-57 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания лежит на сторонах. Соответственно, истец и ответчик должны были доказать те обстоятельства, на которые ссылаются. Ответчикам же не представлено доказательств, что денежные средства на строительство дома были потрачены не супружеские, а его родственников. После вступления решения суда в законную силу вы поедете в Росреестр с решением и за вами будет зарегистрирована одна вторая доля дома, после чего вы сможете ею распорядиться, продать ответчику, подарить кому-нибудь и так далее. Спасибо вам большое. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Я же всегда о даче мечтала, а тут прям Бог послал. На втором этаже поселюсь, тепличку себе поставлю. И эта жена у меня вообще все равно. Такого решения я просто не ожидал. Теперь получается, у меня будет две женщины в доме? Нет. Я просто не знаю, что делать. Две женщины в доме не будет. Доме будет одна хозяйка, и ею буду я. На такое я не подписывалась. Истец требует расторжения брака. Ответчик иск не признает. Пожалуйста, истец, слушаю вас. Ваша честь. Мы с Игорем прожили в браке только три месяца, но мы успели приобрести уже двухкомнатную квартиру стоимостью 3 миллиона 300 тысяч рублей. Она оформлена на нас в равных долях. Наши родители подарили нам деньги на свадьбу. И понимаете, мой муж поступил просто подло и предал меня. И я не хочу после этого с ним жить. Я вот заняла у отца миллион 650 тысяч, и хочу, Игорь, чтобы ты собрал свои вещи и уехал. Я хочу закрыть этот вопрос. Мне нужны твои деньги, забери обратно, я их не возьму. Я не хочу тебя просто обидеть после этого. Так, истец, что вы мне здесь устраиваете? Во-первых, у вас заявлен иск о расторжении брака. Иск о разделе имущества вами не заявлен. Я просто хочу сразу решить, Ваша честь. Я хочу сразу просто закрыть этот вопрос, чтобы он уехал. Потом подадим иск на дележку, на все вот это. Вы сейчас отдаете деньги, не берете никакие документы. Вы что думаете? Есть у меня выписка СГРП, и есть у меня свидетельство о заключении брака. Можно я вам, пожалуйста, передать документы? Ну, передайте документы, но только сначала поясните, пожалуйста, почему вы в суд-то пришли. Мы пришли в суд, потому что мой муж подвоизменчик. Просто я первый раз в жизни, понимаете? Я просто уехала к родителям первый раз, через три месяца после нашей свадьбы. Уехала за город, вернулась раньше. Думаю, приду, а там он счастливый, ждет меня, соскучился. А там женские вещи разбросаны, обувь валяется, белье, смотрю, знакомая. Захожу в комнату, а они голые в кровати лежат, понимаете, с Викой, с моей бывшей подругой. Да все бы ничего, но они, понимаете, они встречались раньше. Я как увидела это все, я начала кричать, истерить, разбудила их. А они, ваши отец, они признались, они сказали, да, вот все было. Сказали, что извиняются и больше этого не повторится. Да может, они вообще за моей спиной все это время спали. Как я могу после этого жить с этим человеком? Как? Разведите нас, пожалуйста. Вы, как женщина, должны меня понять. Я всех тут понимаю. Так, пожалуйста, ответчик. Деньги-то заберите. Зачем? Пускай забирает, уезжает. Зачем, что я вам говорю? Деньги заберите. Потому что у меня здесь не пункт передачи денежных средств. Забирай, забирай. Ну, мы этот вопрос потом решим. Вот решите. Знаете, целей будут. Слушаю вас, ответчик. Ваша честь, я против расторжения брака, и, соответственно, мне никакие деньги от Юли не нужны. Это наша квартира, мы будем с ней жить вместе. Я не буду с тобой жить. Юля, будем. И у нас все будет хорошо, как раньше. Я не буду с тобой жить. Не будет хорошо. Надо было раньше об этом думать. У вас что, синяк, что ли, под глазом? Сейчас я все объясню. Нет, вы мне скажите, да или нет. Да, это синяк. В общем, в тот вечер, действительно, как сказала Юля, она уехала к родителям на выходные, а я решил встретиться с друзьями. Мы с ними давно не виделись. С друзьями? Да? Юля, ты дослушай до конца. Я видела, с какими друзьями ты виделся. Они обижались на меня из-за того, что мы с ними мало времени проводили после того, как я женился. Мы пошли в бар, сидели, выпивали, болтали. Я и сам не заметил, как, ну, изрядно перебрал. Потом в нашей компании появилась та самая подруга Юля, Вика. Интересно, да, как она появилась? Наверное, ты ей позвонил просто? Я ей не звонил. Не знаю, может быть, кто-то из парней ее набрал. Я убеждавала, никто ей не звонил. Игорь, не надо брать. Успокойтесь, пожалуйста. Но я точно уверен, что это был не я. Дальше была болтовня, пьяные танцы. И после этого как будто выключила. Следующее, что я помню, я просто открываю глаза, просыпаюсь в своей квартире. Рядом Юля кричит, повсюду разбросаны мои вещи, вещи Вики. Я лежу, в чем мать родила. Рядом на кровати сидит Вика голая. Я был шокирован, я был пьяный, шокирован. Я не понимал, как Вика оказалась в нашей постели, и что мы там делаем голыми. Вить надо меньше. Я ее туда точно не приглашал. Да какая разница? Главное, что вы переспали, я с ними глазами видел. После этого, да, действительно, я был немного, не знаю, как это правильно сказать. В общем, я сомневался в своей верности. И я сказал Юле, что, возможно, я ей случайно изменил. Как бы это абсурдно не звучало. Вы вообще слышите, что он говорит? Как можно? После этого... Я слышу, да, мужчина сомневался. После этого у Юлия началась истерика. И прошло просто три месяца, понимаешь, как мы пошли вместе, ты притащил бабу просто домой. И уехала к родителям. А Вика? Вика оделась и просто тоже ушла, ничего мне не объяснив. Вот и живи со своей Викой. Живи, совет вам на любовь просто. Будьте счастливы. Она тоже, что ли, не помнит? Нет, она все помнит. Она просто мне на тот момент ничего не сказала. Но дальше интересней. После того, как Юля уехала к родителям, мне позвонил мой тесть. Дядь Дима предложил встретиться. Ну, так сказать... И? Поговорил со мной по-мужски. И намекнул, чтобы я не приближался к его дочери. Ну, ты не приближайся. Чего ты со мной бегаешь? Юля, да слушай, пожалуйста. До суда я не находил себе места. Я не знал, как вымылить прощение у своей любимой жены. Потому что я уверен, что я ей не изменял. Но... Я все сама видела. Недавно мне позвонил тот самый тесть, дядь Дима, и сказал новость, с которой все просто перечеркнуло, просто изменило. Оказывается, моя любимая жена, она беременна. Срок пятый месяц. Вот справка, пожалуйста, передайте. И что? Чего же молчить-то, Истин? Ну, и что? Я не понимаю. Я сама воспитаю ребенка, я не вижу смысла иметь такого отца. Ваша честь, он понял, Женя, чему ты просто научишь? Вас нельзя было бы разводить, если бы вы обратились в суд с иском о расторжении брака. А так как истец сама обратилась, то в этом случае закон допускает возможность... Ваша честь, так измены-то никакой и не было. Я не понимаю, какая была измена. Откуда же я знаю, была измена или нет? Я не хочу, чтобы у моего ребенка, у моего такой отец был. Какая постановка? Юля, ты дослушай. Давайте мы пригласим Вику, Вика сама и все расскажет. Ну, конечно, ты научил ее там просто, попросил сказать, что тебе надо. Ну, давайте, пригласите, пожалуйста, свидетеля со стороны Ашвича. Сейчас все узнаешь. Что я должна узнать? То, что ты ее видела, что ты изменил. Истец, ну, надверитесь терпения. Вот и Вика. Я это слышала уже, это просто постановочное, он попросил ее так сказать. Потому что зачем Вике? Ну, я же не знаю, что она скажет. Давайте послушаем. Так, все, истец. Вам нервничать нельзя. Пожалуйста. Здравствуйте. Представьтесь. Бадюкова Виктория Романовна. Я, на самом деле, бывшая девушка Игоря. Ваша честь, не разводите их, это я во всем виновата, это я их поссорила. Слышала? Игорь, Юля не изменял. Это не меняет, я видела все. А самое. Ну, и зачем же вы это сделали? Ну, дело в том, что мы с ним раньше встречались, а потом он встречал Юлю, они влюбились, он меня бросил, переметнулся к ней, вот поженились недавно. Естественно, я обиделась, хотела отбить его обратно, потому что я его люблю. Ну, у тебя получилось, вот, пожалуйста. Нет, это еще не получилось, Юля, успокойся. Челки-палки. Ну, знаете, одно дело, просто мужчину отбить у подруги, у бывшей. Другое дело, раз у них ребенок будет, это, я все-таки не монстр, чтобы отца и семью были. Ну, конечно, тебе зачем это все? Дети, элементы, да? Какие элементы, что ты несешь, а? Рассказывай, как было. Рассказывай, как было. Давайте поближе к делу. В тот вечер, когда это все произошло, вся история, я сидела дома, одна, скучала, грустила, листала ленту в социальной сети. И видела фотографии, только что выложенные, как Игорь в баре с друзьями тусуется. И я придумала, что нужно поехать туда, пока он без жены один, ну, подкатить к нему как-то, не знаю, поговорить, может, не знаю, соблазнить, в конце концов. Нарядилась, накрасилась. Удалось? Нет, значит, не удалось. Ну все, удалось бы обниматься. Несмотря на то, что он был, несмотря на то, что он уже был выпивший изрядно, он все равно говорил, что он любит жену, чтобы я себе кого-нибудь нашла из своих друзей, из его друзей, которые свободные, холостые. А как вы в квартире оказались? Я его еще немножко подпоила, чтобы он совсем потерял ориентацию, что называется, в пространстве. Вывела на улицу якобы подышать, поговорить. А на самом деле вызвала такси и увезла его к нему домой. Он как-то вошел в квартиру, он рухнул на кровать, вырубился сразу, а тут я увидела, как ему приходят... Я должна в это поверить? Ничего нет. Я сама все видела, я не поверю ни одному вашему сне. Подождите, стец, вы что видели-то? Я видела, как они головы лежали, обнимались, в нашей постели, вещи разбросали. А что в это время ваш муж делал? Он спал, лежал? Спал, да. Он вообще не попал. Ничего не делал. Как можно в это поверить просто? Она им кинула самаску, что всякое бывает? Она не помнит, возможно, она сказала, что было, она мне сама сказала, что все было. Я их собрала, я специально, я думала, что он бросит себя, уйдет ко мне. Ты послушай, ты сейчас все поймешь, Юль. Я прочитала СМС-ку Юлькину, что она едет домой, и придумала, что надо так построить, будто он ей изменяет со мной. Я его раздела, сама раздела, сделала нашу вещь, разбросала по комнате, якобы это все в порыве страсти мы раскидали. Все, легла к нему под бочок, обняла его, он вообще никакой был, не реагировал. Я вообще первый раз видела, что он так напился. Дождалась Юлька, да, она явилась, строила стейку. Я не понимаю, что вы выставляете все так. Я не буду трепить, я дараз не у нас, пожалуйста, в вашей честь. Передайте, пожалуйста, справку. Так что не разводите их, пожалуйста, я виновата, я не хочу просто, чтобы ребенок рос без отца, это уже совсем другое дело. Ну, ему надо было головой, прежде всего, с таким вещью. Дело все удаляется для вынесения решений. Не раз знаешь, что я прав. Суд откладывает дело, брак не расторгает, так как одна из сторон, а именно ответчик, не согласен с расторжением брака. Кроме того, суд разъясняет, что иск о разводе, заявленный беременной супругой, может быть расторгнут на основании статьи 17 Семейного кодекса Российской Федерации. Поэтому суд откладывает дело не в связи с беременностью истиции, а именно в связи с тем, что ответчик не согласен с расторжением брака. Суд предоставляет максимальный срок для примирения, а это три месяца, и очень надеется на то, что ответчику удастся восстановить отношения со своей супругой. Если же вам это не удастся, то через три месяца, естественно, вы можете снова вернуться в суд, и уже в этом случае, возможно, суд расторгнет брак. Но, возможно, и снова предоставит вам срок на примирение, так как вы находитесь в состоянии беременности. Все-таки возможность сохранить семью при таких обстоятельствах у вас есть, а я думаю, что есть, поверьте моему опыту. Просто вас сейчас говорит обида, а возможно, действительно, ваш муж вам не изменял, и то, что говорит свидетель, это правда. Вы об этом подумайте. Дело отложено. Решение суда. Дело отложить. Я взвешу все за и против, и сделаю так, как будет хорошо нашему ребенку. Не знаю почему, но я хочу дать Игорю шанс и поверить ему, ведь ребенку нужен отец. Я пойду на все, я сделаю все, чтобы Юля меня простила. Я ее знаю, она сейчас два дня попсихует, успокоится, все взвесит, и все у нас будет хорошо. Я ее очень люблю и верю в то, что и она меня любит. Я ее защищаю. Я ее защищаю. Я ее защищаю. Редактор субтитров А.Семкин